здравствуйте уважаемые подписчики и зрители канала мысли об истории рад всех видеть сегодня среда 5 октября это значит что сегодня с вами стрим по теме перевал дятлами всех приветствую кто пришел спасибо что тратите свое время приходите на наши эфиры для вас в эфире как всегда работает олег всем еще раз здравствуйте тема сегодняшнего стрима необычная то есть сегодня я буду меньше рассказывать как обычно сегодня будет рассказывать другой человек наш подписчик зовут его алексей владиславович прекрасный человек из пермского края земля кальбины сегодня увидит пожалуйста послушайте то что он расскажет то что он покажет уверяю вас будет интересно мы с вами пройдем дорогами тропами юрия юрина который ходил в походы в клубе полюс руководил этими походами и вот эти тропы вы сегодня увидите ну и памятные места естественно где был юрий ефимович юлин будет интересно послушайте нашего подписчика алексея владиславовича спасибо ему большое алексей владиславович я знаю вы на работе сегодня но посмотрите в записи а наши подписчики убедятся насколько вы грамотно эрудийный человек знаете историю пермского края прекрасно рассказывать интересные вещи поэтому послушайте давайте сегодня этого человека ну а пока по традиции нашего канала мы конечно же со всеми поздороваемся кто пришел сегодня на стрим так татьяна сахалин лена кипр приветствую модераторы моего канала альбина город пермь приветствую альбина сегодня земляка своего увидите и на колесникова приветствую давно не видел рад возвращению приветствую москва строгину спасибо за пожелание ирина тоже мир и добра папа дочка масшталер он же александр город рыбинск александр приветствую билет номер 10 понял да здравствуйте виктория чайка город муру владимирская область подошла виктория здравствуйте да с днем учителя поздравлять мы об этом еще поговорим спасибо виктория спасибо мы учимся всю жизнь здесь я с вами согласен я до сих пор учусь вот ирина адамова подошла до город муром пайтесса нашего канала ира приветствую тебя спасибо за пожелание надежда юрина морева всегда рад вас видеть город череповец спасибо да день уголовного розыска действительно надежда надежда юрина профессиональный праздник спасибо большое с праздником вас да действительно так совпало друзья сегодня два праздника день учителя и день уголовного розыска то есть для всех сотрудников уголовного розыска конечно же поздравляем с этим замечательным профессиональным праздником Вот Маша подошла из Москвы, Мэри Леди, Мария, приветствую тебя, здравствуй Любовь Беляева, славный город Хабаров, Дальний Восток Любовь Беляева, здравствуйте, рад всегда вас видеть Спасибо за поздравления Да, друзья, вы предвосхитили, так сказать, мои слова Все вы знаете, что сегодня, конечно же, День Учителя Это как бы самый главный праздник в нашей стране Потому что очень целый пласт людей имеют отношение к школе Либо работают учителями, либо работают в обслуживающем персонале В любом случае, мы все были с вами учениками Я тоже заканчивал среднюю школу, учился Поэтому, конечно же, День Учителя это хороший праздник Когда мы поздравляем своих учителей Желаем им счастья, здоровья, всего-всего У нас тоже есть учителя среди подписчиков Татьяна Сахалин была преподавателем Татьяна Сахалин, поздравляю тебя с профессиональным праздником от души Желаю всего-всего хорошего От канала Мысли об истории А также Екатерина у нас тоже преподаватель, действующая До сих пор работает в школе Она сегодня придет, мы ее поздравим все вместе с вами Хорошая профессия, благородная, учить детишек Хороший праздник Так, кто у нас подошел еще? Семен Марковский подошел Екатеринбург Семен, приветствую тебя Да, день учителя сегодня Хороший праздник, Семен, спасибо Но не забывайте, что сегодня еще один праздник День сотрудников уголовного розыска То есть эти люди стоят на страже нашего с вами покоя Они на передовом фронте работают Их работа опасная, часто страшная, невидимая людям Вообще неблагодарная, как правило Но сотрудники уголовного розыска тащат на себе целый пласт работы Все оперативные Почему оперативные, невидимые для глаза Негласная оперативная работа Но поверьте мне, пахать многим приходится очень много Поэтому я от всей души поздравляю сотрудников уголовного розыска Счастья, здоровья им, конечно же, долгих лет жизни Слава Богу, что вы защищаете нас от криминала Хорошие праздники Вот так совпало, действительно День учителя, день сотрудников уголовного розыска Получается, и у учителей праздник сегодня, и у оперов Здорово Так, а мы с вами сегодня проведем стрим по перевалу Дятлова По нашей теме нашего Основной теме нашего канала Основной теме, основного расследования Да, наш подписчик очень много интересного сегодня покажет и расскажет Посмотрим именно те места, где Юрий Ефимович Юдин водил в походы группы Посмотрим, где находился клуб Полюс Посмотрим дом, где проживал Юрий Ефимович Посмотрим место, где проходил практику Извините, оговорился, Рустем Слободин Ну и еще места интересные будут То есть, все, что касается группы Дятлова, сегодня будет Посетим с вами еще раз Михайловско-Ивановское кладбище, конечно же Кто не был, не видел, посмотрит Ознакомимся сегодня с творчеством нашей подписчицы из Санкт-Петербурга, конечно же Обязательно О замечательном человеке нашей подписчице Которая всю свою жизнь проработала в органах прокуратуры Была государственным обвинителем Работала по тяжким, особо тяжким делам Она наша подписчица, проживает в Санкт-Петербурге Зовут ее Елена Она была на конференции в Санкт-Петербурге Прошлым летом, 14 августа Сегодня мы с вами еще раз вспомним это То есть, стрим сегодня будет такой многогранный, необычный, я вам скажу Извините Сейчас мы подождем с вами опоздавших И потихонечку будем начинать Да, все мы рады, кто приходит на наш канал Наши все подписчики Я смотрю, почти все наши уже в сборе Рады, что Ирина Колесникова к нам вернулась После долгого отсутствия Наша подписчица, жительница Москвы Которая тоже была на конференции в Санкт-Петербурге Приезжала Вот видите, так или иначе Все возвращаются сюда На канал мысли об истории Значит, людям это интересно Все приходят сюда Кто-то отсутствовал по разным причинам Уезжал, переезжал, в командировки был, на лахте Ну, люди приходят все равно Спустя месяц, два-три люди возвращаются И, конечно же, мы всем рады Нашим постоянным подписчикам А Ирина Колесникова Наш постоянный подписчик Мы ее все знаем давно Из Москвы Так, зрители, лайки, за лайки, спасибо Поставили уже Да, погода у всех разная У нас в Западной Сибири Слава Богу Такое бабье лето, я бы сказал Даже солнышко днем появляется Утром прохладно, да Но все равно плюсовая температура Поэтому дай Бог, чтобы дождей пока нет Такая сухая осень Хорошая сухая осень стоит Можно сказать, что у нас еще тепло Сейчас по меркам Западной Сибири Днем вот плюс семь было Обещает на следующей неделе До плюс одиннадцати Так что нормально Для нас это тепло Далее на Кипр Спасибо за напоминание Модератор мой Напоминает, что Уважаемые подписчики Вы можете помогать каналу Мысли об истории Перечисляя свои донаты И пожертвования Вверху в чате Видите, синим цветом Закреплены данные Карта Сбербанка Номер для жителей России А также ссылка на сервис Донат Алерс То есть по этой ссылке Можно зайти, зарегистрироваться И внести свои пожертвования Все будут очень благодарны Напоминаю Сервис Донат Алерс Работает во всех странах То есть Во всех странах зарубежных И в Америке И в Канаде И в Аргентине Можно зайти И перечислить свои пожертвования Ну а карта Сбербанка Мир Это для жителей России Понятно Спасибо всем Кто помогает каналу У кого есть возможность Заранее спасибо Конечно же Добрые люди Спасибо вам Да Маша Ну вот у вас дожди в Москве У нас сухо Слава Богу И тепло пока Относительно Так Александр Березин Подошел Московская область Город Коста Армейск Александр Приветствую Рад всегда вас видеть Здравствуйте Спасибо за пожелания Добра Тепла Любви Александр Вам тоже Хорошие пожелания Спасибо вам большое Наш постоянный подписчик Александр Березин Так Татьяна Тади Подошла Ленинградская область Город Пушкина Татьяна Приветствую тебя Мы с тобой на ты Здравствуй Как твое здоровье Надеюсь У тебя более-менее Хорошо все Наша постоянная Подписчица Одна из первых На нашем канале Татьяна Тади Когда-то мы Начинали Два года назад В сентябре Сделал этот канал И вот Первые подписчики Приходили Одна из первых Татьяна Тади Подписалась На мой канал Как пришла Два года назад Так и осталась Спасибо Татьяну Большое тебе И не только она Много наших подписчиков Почти с первых дней Здесь Кто-то в сентябре Пришел Кто-то в октябре В ноябре В декабре Но это были наши первые Подписчики Я их всех помню Даже по именам По никнеймам Всех помню С кем мы начинали Всех помню Но за два года Утекло очень много воды Естественно Произошло много событий Наш канал Окреп Стал известным Люди знают наш канал Многие любят наш канал Многим нравится Приходят Спасибо им большое Конечно же Когда мы с вами Праздновали два года 5 сентября У нас было За пять тысяч Мы перешли Так вот Сегодня у нас Почти уже пять с половиной То есть Пять четыреста двадцать Там с чем-то То есть За месяц С пятого сентября По пятого октября Пришло более Четырех Четырехсот Двадцати девяти человек Вот почувствуйте разницу То есть Каждый день Больше десяти человек Подписываются То есть Люди приходят Людям наверное Интересно становится Приходят Смотрят Новенькие Остаются на канале То есть Число наших сторонников Потихонечку растет Конечно Мы не гонимся Ни за какими рекордами Не надо Лучше меньше Да лучше Как говорится Но так или иначе Все таки Радует Что люди приходят То есть Что канал наш растет Популярность канала Растет Да Лена И сегодня Дата рождения канала Пятое число Да Два года Один месяц Ровно И нас Пять тысяч Четыреста двадцать девять Человек Друзья Уже Ольга Ольга Здравствуйте Наши постоянные Зрительницы И подписчицы Рад всегда вас видеть Привет Су Ольга Так Зрители Потихонечку Подтягиваются Да Будем сейчас Уже начинать Наверное Опоздавших Наверное Ждать не будем Подойдут уже Татьяна Тади Да Олег Я с самого начала С тобой на канале Только Долго стеснялась Общаться А с ноября Уже Влилась в общение Понял Татьяна Да Я помню Ты пришла С самого начала Я же Помню Ко-нибудь Прекрасно Как ты пришла Так Да Вот из Москвы Мне пожелали Хорошего стрима Спасибо Алексей Здравствуйте Алексей У нас новый человек Наверное Я никнейм Не видел Такой Не надо Стесняться Общаться Приходите На канал Приходите В чат Давайте Общаться Зачем Стесняться Канал Для вас Работает Исторически Приходите Разговаривать Давайте Общаться Да Маша Олег Забыла Сегодня Помню Пятое число Спасибо Маша Спасибо Подписчики Собираются Собираются маша ничего страшного на 5 число не юбилеев принципе два года один месяц нормально и так зрителей прибавилось смотрю так за лайки спасибо Маша, Олег, с годовщиной пусть все твои мечты и задумки сбудутся огромного здоровья, твой канал лучший спасибо тебе за знания и за все истории от всей души поздравляю тебя всех благ и развития канала Маша, спасибо за твои добрые слова спасибо, добрый ты человечек, я тебя давно знаю спасибо тебе, Маша, большое кто не знает, Маша ходила в парк и белочек подкармливала молодец, добрый человек, любит животных из Москвы да, Таня, действительно, верным путем идем, товарищи я так тоже думаю, Таня у нас канал для любителей истории, мы не занимаемся политикой здесь именно собираются люди действительно неравнодушные к истории, которые хотят что-то узнать тем более, вы сами знаете, у нас по субботам бывают диспуты, мы обсуждаем очень живо все исторические события есть возможность поговорить, высказать свою точку зрения, это интересно и постепенно наш канал превращается действительно в площадку для общения добрых культурных людей просто говорю новеньким и остальным, кто не знает сходите на другие каналы в чате, поприсутствуйте, послушайте, посмотрите, что творится там а потом посмотрите, как у нас в чате, все по-человечески, по-доброму, по-людски здесь вас никогда никто не оскорбит, не унизит, не обзовет вот почувствуйте разницу, называется наверное, люди приходят за добром, потому что устали от грязи, от оскорблений, от яда, всего, что в ютубе льется постоянно так, Маша, спасибо, Олег, я была в парке, там стройка полным входом, перекопали все, мне не нравится, как они обрубили все деревья как увидела, теперь, боюсь, белочки разбегутся Маша, я тебя понял, но очень жаль, конечно, что реконструкция парка началась но с другой стороны, если все равно деревья посадят, другие останутся, я думаю, белочки вернутся потихоньку в любом случае, они привыкли, что здесь в парке их люди кормят, в том числе и ты их кормила я думаю, они вернутся просто их напугал шум техники строительной когда все закончится, я думаю, и вернутся белочки туда дай бог, конечно, и снова ты их будешь кормить, как в прошлый раз я же помню, как ты их кормила, интересно да, Маша, вернутся, надеюсь, действительно мне кажется, что они вернутся, потому что парк большой, так или иначе, это ареал обитания для этих белок ну куда они пойдут? они где-то рядом просто, как бы, затихарились сейчас техника уедет строительная, шум этот весь, который их напугал я думаю, они на свои места вернутся Маша, не забывай, они родились в этом парке то есть место рождения белок, они сюда же и вернутся так, Симеон, я всех с юбилеем поздравляю, от сердца души желаю удачи подписчиков, друзей, рождения новых идей, знаний творческих личностей что за юбилей, скажу только два года и один месяц с начала совершенно верно, Симеон, спасибо за твои слова Маша, они вернутся сюда, они здесь рождены, там место рождения в этом парке они сюда и вернутся, не переживай как техника уедет, реконструкция закончится, они вернутся и снова ты будешь кормить этих белочек все будет хорошо я верю в это да, будем начинать все свои уже в сборе итак, друзья, сегодня мы с вами увидим те места, по которым именно тропинки Алексей Владиславович покажет где ходил Юрий Юдин, то есть водил группы вот эти места он покажет, поднимется на гору Палют посмотрите кстати, я когда зачитывал книгу о Юрии Фимовиче Юдине мы эту гору Палют вспоминали, эти утесы я зачитывал, вот куда он водил а сегодня вы эти места, вот то, что я вам рассказывал из книжки зачитывал сегодня вы эти места увидите своими глазами то есть их любезно для нас снял Алексей Владиславович наш подписчик спасибо ему большое Алексей Владиславович, спасибо вам и сегодня мы это видео покажем вы посмотрите да, Семен Марковский, спасибо тебе спасибо Екатеринбург, давайте начинать лайки ставьте, пожалуйста, кто подошел, кто не успел можно выйти из чата, поставить и вернуться так, опоздавшие, наверное, подойдут так, модераторы, следите за дисциплиной в чате писать много не надо давайте посмотрим и послушаем то, что расскажет Алексей Владиславович звук я не знаю, какой трансляции будет у вас в принципе, я на компьютере смотрел нормально но по трансляции в Ютубе пока непонятно надеюсь, что все услышите просто слушайте, что человек рассказывает очень интересно сначала действие будет происходить на природе то есть, где Юрий Ефимович в поход водил группу покажет эти места потом перенесется действие в Соликамск где прожил, всю жизнь прожил и скончался Юрий Ефимович в 2013 году и также немножко покажут место в столице края города Перм где проживает наша подписчица Альбина Альбина вы эти места, наверное, узнаете давайте начинать будем секундочку потихоньку будем начинать так, первое видео смотрим, будет три части запаситесь терпением в принципе, недолго поэтому там просто интересно так, первое видео Продолжение следует... Так, секундочку, сейчас включу и начнём. Продолжение следует... Продолжение следует... На гору Палют, Палюта в камень. Ну вот мы её на вершине сейчас выйдем на смотровую площадку. Немного погода нас подвела, затянула прямо там всё моросью, туманом. Вот такие каменюки здесь, плиты титанические, выветривание уральских городов пермского периода или когда там это горообразование было. Вот мы уже вышли на вершину. Тут у меня друг Борис меня вывел сюда. Вот и по этим тропинкам также не один раз схаживал Юрий Ефимович Юдин. Водил сюда экскурсии, группы. Сейчас немножко вот туда дальше. Здесь метеостанция, там чуть ниже остался домик этих метеорологов. Ну вот тут две метеовышки. Похоже как на вышки связи. Ну тут и связь. Тут говорят отличная связь, интернет. Всё тут есть. Вот здесь какие-то страшные растяжки, да? Канатища. Ага, вот они держат эти вышки. Эти вышки видно за 50 километров. Погода нас подкачала, конечно. Вот видите-ка я Парма тут. Еле видно. Вот там зелёный океан просто растилается. Вот тут сейчас всё облаками затянуло. Это мы на самой верхотуре. И только самый обрыв-то вот там, да? Это мы ещё чуть пониже, да? Пока находимся. Вот такие тут канаты мощнейшие. Вот как бы толще пальцев. Вон тут два пальца толщина. Держат вот эти вышки, метеовышки. Ладно, сейчас чуть дальше проем. Вот сейчас мы выходим на самую площадку, на самый край вот этого утёса, который видно. Там, ну, я не знаю, километров за 70 видно, наверное, да? В хорошую погоду. Вот. Вот смотрим вниз. Смотреть, конечно. Лететь, конечно, будет прелестно. Какое-то время, пару секунд. Вот, высота. Да, чёрт побери. Была довольно высокая облачность, пока сюда ехали, добирались. Сейчас всё, погода резко портится. Но ветра нету, нормально. Не так уж и холодно. Градусов 13, да? Вот мы сейчас, да, мы поднялись, мы в облаках сейчас. Боги, на новинке. Мы сейчас в нижнем слое облаков. Да, боги, корявые, блин. Корявые боги, блин. Так, вот смотрите, какие тут утёсы. Вот Юрий Юдин водил сюда, не один раз сюда не лазили. Вон тут и сходил, всё, там ещё и утёс, Светлан. Много чё. Кстати, этот поминённый-то видно с полюда? Видно должно быть. Мы с поминённого тогда видели полюд. Где-то, не буду врать, в какую сторону сейчас не видно. Видно поминённый камень. Этот 540 высота полюда. А у поминённого у него 700. У поминённого 700 с чем-то. И на поминённом там как пальцы торчат эти останцы. Вот, похоже, как на высоте 1079. Халчахли. Только там их много, таких останцев тут стоит. Так, сейчас немножко пройдём. Вот тут метеостанция, вот тут и домик. Тут дежурят несколько человек. Сюда им тут всё доставляют. На квадроциклах там, даже на этих танкетках каких-то кученичных. Вот, вот это сама вот эта вся вершина. Вот эти ужасные утёсы. Ужасные утёсы. Вот и первые капли полетели. Ну, тут немножко наблюдается высотная поясность. Деревца тут уже берёзки такие, недоросшие, недоразвитые. Где-то там и какие-то пихточки. Уже полукарликовые такие. Ну, высота, конечно, небольшая. Но 540, полкилометра. Вот такие каменюки, валуны. Уже закреплённые ветром некоторые. Так, ну-ка. На этот камень, конечно. Господи, смотреть. Пока не так страшно, потому что ничем не видно. Поэтому, как бы, всё в тумане. Ну, вот, я не знаю. Видно там, не видно этот телефон. Ну, а высота? Ну, метров 800. Ну, может, я немножко перегнул, конечно, не 800. Какой 800? Если он сам 500. Не 800, конечно. Немножко я нагнал. Метров 300 вниз есть. До этих, до верхушек деревьев. До этих. Вот эта самая скала, вот эта. Её, когда едешь по трассе, едешь ещё по Красновиджевскому тракту, вот она на горизонте такая, прямо не видно. Ну, просто океан тут. Море тут, одна тайга прям. Всё прямо сплошь. Даже дорог не видно. Где-то черный, её должно быть, тоже было видно. Ну, чё сейчас тут мне показывать, когда я прыгну, ничего не видно. Показывать нечего. Вот такие скалы. Да, конечно, с парашютом прыгнуть можно. Да без башен как-то. Но я чё-то не слышал про такие случаи. Может, и были. Ну, вот я тут в Саказе оказался. Просто решил, Борис меня сагитировал. Я за всю жизнь, вот сколько, живу 80 километров отсюда. И всё, надо бы, надо бы, надо сходить. Ну, то есть, сюда, конечно, надо топать два часа. Вот, там переправа через Вишеру. Молочонки там шабашит человек. Вот. Там оставляешь пушину, и молочонки, он там переправляет. Вишера там не широкая, а мелкая. Вот. И всё, и сюда топаешь. Сначала более-менее такая дорога пологая. А потом уже последние, там, километры, к бору, там, к камням тоже. Ну, мы за полтора часа вот сейчас дошли. От Вишеры полтора часа. Но обратно, значит, где-то час. Погода идеальная. Прохладная. Комаров нет. Отлично. Ни жарко, ни холодно. Ветерок. Градусов 10 вот здесь сейчас. Ну, отлично. Здорово. А когда летом, говорят, они ходят в жару, гнус сжирает напрочь. Просто ветками лупят себя всю дорогу. Под градом не очень, конечно, комфортно. На вершине-то, конечно, нормально ветер. Ну, в общем, так. В общем, тут по дороге Юрия Юдина я тут прошёл. Немножко посмотрел. Всё, ладно, значит, сейчас ещё маленько побудем, будем спускаться. Здесь мы, конечно, немножко остыли, но когда поднимались, то было, конечно, не очень холодно, даже жарко. Ну, видимости никакой. Это у нас полют гора. Была такая легенда о войне-полюде, который, когда вагулы совершали татары, они по вишере из-за камня приходили сюда совершать набеги, потому что уже московское княжество просто напирало уже на Сибирь. Была такая легенда, что здесь жил воин-полюд со своей дружиной, своей охраной. Когда он видел с вишеры, что идут татары, они тут разводили, якобы, по легенде, огромный костёр и дым от костра видели в чердане. Несколько до чердане километра, даже по десяткам, по прямой же. В принципе. И они видели, что дым, всё, они готовились, там уже касали к обороне. Здесь в 16-м веке 11 раз подвергалось, что чердань ни разу не была взятой. Убивали её. И один самый такой соколюбистый был Шамановым, один Ассыка. Он у них был гнязь, самый главный. Он был самый такой упертый и самый жестокий. И вот ему очередной раз как-то не удалось взять чердань. Он прилетел мимо ещё 100 километров, аж туда в Коми, в Сибирь, в область. Он там поджигал деревни, убивал людей. А потом в отместку с местным князем Михаилом, воевода московский. Как же его звали-то, воеводу? Ну, в общем, не помню. Ну, как-то, что они собрали дружину в Ковчевске, в Ковчевске, в Ковчевске, они далеко, да, они живут. Уже это с местным князем Михаилом. Это пермский князь над Комиками. Над Комиками. И всё, и они пошли туда за Урал. Сходили и, по-моему, дошли до Пилы. Адасыка, он жил в Пилы, его там стойбище было в Пилы. И вот они собирали, вместе с татарами собирались, с хантами собирали. Не знаю, конечно, не Орда Батыя сюда приходила, но, наверное, десяток тысяч, наверное, стоят. Вот, и... О, наконец-то немножко облачность ушла. Вот вид спалюда. Более-менее раздуло. Вот как тут меняется погода. Вот сейчас облако с нас как бы сползает. Вот это его край облака, он внизу. Его немножко спосит, ветер поднялся. Да, вот утёс Ветлан. На него тоже ходят экскурсии. Юрий Семенович Юдин также водил на Ветлан. Но это как поход выходного дня, да, или как он там считается. Там сейчас сделали более-менее лестницу человеческую, да? Или нет? Надо через верх формации. Да, а лестницы нет, значит, она разрушилась. Её только, может, в проектах когда-то ещё. Вот этот утёс Ветлан, высота у него сколько утёса? 110-140. 110-140 ли высота вот этого утёса. Лететь оттуда. Под ним буквально бежит Вишера. Буквально под краем. Да, прямо под ним. Параллельно вот так вот, там за деревьем не видно, за Тайгой. Это Вишера. Так, а Красновишерск в какой стороне у нас? Вот он. А, вон там Красновишерск. А вот Вишерский заповедник, вот если, в какой стороне может быть Вишерский заповедник? Я не ориентируюсь, где у нас север, где ютка. Вот. В Вишерском заповеднике живёт, как вот Олег, блогер канала «Мысли об истории» говорит, ну как он объяснил, живёт самый последний шаман Манси, Николай Алексеевич Бахтияров. Вот, он тоже каким-то там ростом, не буду врать, кто убийца дятловцев. Он из розья, убийца дятловцев, повесился, фигурант в 61-м году, вздёрнулся у себя в юрте, в Хадьме. По какой причине, никто не знает, его там нашёл сын его. Ну, есть там, типа, версии, что, может, его кто-то там присунул в петлю, но не похоже вроде как. А это последний шаман, но он, шаман чисто формальный. Он, когда его выбрали, он не захотел шаманить по-настоящему. Все там эти святилища, они свернули, может, где-то тайно где-то и ходят, камлают. Он уехал в Пермский край и работает инспектором в этом заповеднике. Вот, и таким же инспектором в заповеднике работает Валерий Анямов, который возит эти группы на перевал Дятлова. Может, тоже шаман есть, такие-то догадки. Хотя никто ничего не говорит. Вот вишера, да, вот она, вот река. А чё это, как мне это, я его приблизил, что ли? А, во, всё, я убрал это, фокусировку-то. Я ведь вам просто приблизил, вот это, более панорамно. Вот она, вся эта тайга. Ну вот, да, всё. Вот смотрите, как интересно. Ага, с этой стороны, как сориентироваться-то? Вот, в ту сторону идёт пологая спина Полюдова, этой скалы, спина. А здесь вот этот, как бы, клюв его, туда вот упёс. Вот он самый крутой. И вот под ним сформировалось облако, под ним. И вот оно и стоит, и стоит тут, смотри, как оно зацепилось, вот как бы, за него. Тут идёт такое завихрение. Так же, как на перевале Дятлова. Чёрти, чё, вытворяет там ветер. Слышно лёгкий свист. Ну, не слышно по телефону. А это свистят вот эти вот растяжки. Постоянный свист идёт. Алло. Всё, значит, будем закругляться. Нам надо ещё спуститься, как бы, на эти руды и этого паромщика вызвать на лодке. Обратно переправиться через Мишеру и всё, и ехать домой уже. Да, оно впечатляет, конечно. Вот до краёв тех деревьев той тайги, ну, да, вот тут метров 400, наверное, будет по высоте. Ну, всё тогда. Начинаем тогда с нисхождения. Было восхождение, сейчас с нисхождением. Поехали. Да, всё, да. А где тайминг? А, вон, видишь. Ага, вон, пошёл тайминг. Ну, дубль два. Ну, сейчас вот, вот, наконец-то разгуло. Маленько снесло облака с верхушки. И более-менее стало видно, вот, вот, та полоса светлая, вот, это утёс Светланд. Тоже Юрий Ефимович Юдин вводил сюда экскурсии. Этот утёс тоже как-то, вот, Олег нам зачитывал выдержки из книги. Из воспоминаний одной участницы его клуба, что у них там экскурсовод что-то не смог. Вот, должны были дать из, предоставить человека из оргкомитета этого клуба. Вот он вам там проведёт, расскажет. Ну, мы, говорит, сначала расстроились. Ну, что он там может рассказать нам, чиновник. Вот, а оказалось-то всё, говорит, намного интереснее Юдин. Он всё рассказал им-то так, что им очень понравилось. Вот это вишера, светлое пятно, еле-еле видно. Ну, всё, опять всё начинает затягивать. Погода меняется очень резко. Ветер налетел, маленько согнал облачность. А вот по эту сторону, вот, с этого утёса, под ним сформировалось облако. Вот мы сейчас на него смотрим. И оно как бы зацепилось вот за эту скалу и висит. И нижний край его где-то метров 50 внизу, нижний край облака. Вот. Что-то уже даже немножко холодновато становится. Вот ещё вот эти зубья дракона такие тут. Высота, конечно, да. Но впечатляет, впечатляет скалы. Ну, тут одно молоко прямо, молоко. Всё, вот облако, смотри, да, вот там более-менее как бы видимость. А здесь оно вот как вот зацепилось, провалилось туда под скалу и стоит. Завихрение видно такое. Какая-то турбулентность непонятная. Ну, там столик оборудован, не знаю, что там, беляши положительничку. Капище дрежу людей. И вот типа ищут этот мяч, его там ищут, ищут. Не знаю, зачем верить в сказки там, хотя легенды красивые, конечно. У Коми Пермяков, у нас Илья Амурами с богатырю, а у Коми Пермяков свой богатырь. Кудым Ош. Кудым Ош, он был зятем этого Асыки, вот этого главного князя Угарбула. И все равно Асыка обозлился на него из-за того, что он с этими стал мирно жить с московитами. И пошел тут. Тут такие мясорубки были кровавые. Вот этот Иванов, писатель, он пишет, конечно, художественно, вроде кажется, фэнтези, сказка. Но он по реальным событиям все пишет книгу свою. Сердце Пармы. Скоро должен выйти фильм Сердце Пармы. Что-то там снимали, наснимали, снимали у нас в Пермском кране, конечно, тут. Но не здесь. Не возле Чердани, не в Чердани, а в районе Губахи, по-моему. Там просто инфраструктура для киношников была более удобной, как всегда. Сюда больно далеко забираться в эту тайгу, чтобы тут снимать. Но я с большим каким-то, знаешь, посмотрел, когда я посмотрел Табол, это тоже Иванов написал Табол, я посмотрел кино, ну, мне кажется, что тут как бы они тоже не накуролесили с этой Сердце Пармы, потому что я ее читал два раза, надо бы снова освежить. А когда Табол сняли, сняли такое кино, что даже автор произведения отказался там в титрах участвовать, как это надо, перекрутить сюжет, снять какой-то боевичок, значит, с этими замедленными кадрами, там, вот, наши любят сейчас вот. Да, там ядро летит, там замедленно, этот там что-то падает, тут кровь там, капли летят, вот это вот, стоп-кадры эти делать. Ну ладно, начнем, наверное, движение вниз. Мы еще сейчас грибов там наберем, кстати, грибы после, вообще, замечательно. А то я думал, что такая засуха, все, и грибов-то не набрать нынче. Вот мы с Палюдо спускаемся, вот такая, так сказать, дорога. Тоже воловняки, тут каменюки. Вот спускаемся с Палюдо. Вот такие полукарликовые березки. Там карликовые красноголовики есть? Они не очень карликовые. Горные, горные. Горные, но, я бы сказал, ничего не горные, нормально. Сейчас мы их там, мы их там, главное, насшибали, сейчас надо подобрать, может. Если Ош, Ош не подобрал их, Ош это медведь, по-коме-пермятски. Кстати, смех смехом, Борис говорит, что здесь, здесь ходит медведь, была, где-то кто-то его видел, да? Он на медведе. Нет, где медведя, кто-то видел, что ли, ты говорил? Медведь. А, следы, ты видел, да? Болезнь медвежья, я же не подобрал. Болезнь, болезнь, говорит, медвежья. Вот. Я не видел, что следы медвежьей болезни. Ну, Бориса ты, Бориса. Он за словом не полезет. Вот это странное дерево. Это всего лишь береза, но вот она какая интересная. Вся с какими-то наростами. Ужас. Вот на вершине ветрища здесь полный штиль, как в комнате. Тишина. Ни один листок, смотри, не колышется, да? А там ветрища облака сносит. Ну, все. Вот такие вот тут деревья интересные. Вот мы совершили восхождение на гору, на гору Палют. Так, это была первая часть рассказа нашего подписчика Алексея Владиславовича. Сейчас мы с вами посмотрим вторую часть. Это он сам снимал, рассказывал, с другом пошел по местам Юрия Фимовича, где он ходил в походы. Вот по этой тропинке, что они поднимались, спускались, вот по этим валунам, камням ходил Юрий Фимович со своими туристами. Давайте дальше смотреть места памятные. Вторая часть рассказа нашего подписчика Алексея Владиславовича из Пермского края. Вот он ДК Ленина, где Юрий Юдин, они проводили слеты своего турклуба «Полюс». Где всю жизнь прожил Юрий Фимович. Вот не раз они здесь устраивали концерты, в общем, съезды что ли своего клуба. Тут было всегда много народа очень. Собирались они, энтузиасты. Вот он этот ДК Ленина, находящийся в Соликамске, ну, точнее, город Боровск, он раньше был самостоятельным городом, прямо рядом с Соликамском, а сейчас стал районом Соликамска. Вошел в состав города Соликамска. Раньше был Боровск. Вот это площадь Ленина, само собой тут вот Ленин. Городок, обычный городок провинциальный. Ну, вот самое красивое здание в этом Боровске, вот этот ДК с колоннами. Вот фонтанчик тут. Искал, искал, кое-как разыскал. А здесь был клуб «Полюс». Юрий Федорович Юдин, вот в этом здании. Современный туристический клуб называется Соликамский горизонт. И находится он в этом доме. В Боровске, недалеко от ДК Ленина. Там, в трех кварталах. Это, судя по всему, детский садик, что ли, бывший. Мне так показалось. Но здание это, видимо, похоже, как будто бывший детский сад. А может, он и построен специально был, не знаю. Я смотрю, тут всякие лазалки, площадки, какие-то деревянные лесенки. Это, кажется, для начинающих туристов, видимо. Я туда позвонил, хотел узнать, где находится, по какому адресу был полюс. Тур-клуб. Мне сказали, он в этом же здании и был. Сейчас там не с кем особо поговорить. Но потом я туда еще раз наведусь обязательно. И поснимаю внутри. Вот. Вот он. Соликамский горизонт. Здесь же находился полюс. Еще был живой Юрий Тимыч. И здесь они активно шла жизнь туристического клуба полюс. Вот сейчас это Соликамский горизонт. Вот такой дворик у них тут интересный. Какие-то лазалки, скамеечки. Бревнышки, то есть не скамеечки, а какие-то интересные площадки на деревьях сделаны. Вот натянуты канаты, лазалки. Вот веревки, канаты. Вот зеленые по ним. Начинающие туристы учатся лазить. Ну, наверное, конечно, детвора начинающие. А может кто-то и взрослый, не знаю. Вот такой тут, кто это, изображены два каких-то медведя, что ли, золоченые. Вот он, туристический клуб полюс. Был здесь. Сейчас Соликамский горизонт называется. Центр туризма молодежи. Духэтажное здание. Ну, постройки времен, да, советской постройки. Ну, да, еще раньше был. Ну, то есть... Так, ну, ладно. В общем, потом я сюда еще наведаюсь. Наведаюсь. В общем, мне сказали, что тут, оказывается, есть маленький музей Юдина Юрия Фимыча. И даже есть кое-какие-то артефакты, кое-какие вещи. Но потом надо тут человека найти, кто занимается этим музеем. Сейчас ее нет, эту женщину. Потом я еще сюда приеду, в Соликамск. Ну, вот это музей Олейниковых. Ну, здесь уже он давно закрытый. Я там не узнавал, заглянул так, там что попало. Всякие детские секции. Ну, вот тут написаны какие-то детские танцевальные клубы, языковые какие-то. Тоже какие-то изучение языка, какой-то магазин аквариумный там. Ну, в общем, выставки. Может, тут что-то и проводят, но... Не суть, не важно. Ну, вот просто я так мимо проехал в музей. Я тут был, бывали мы тут в гостях у Семена Ивановича Олейникова. Ну, я лично пару раз был, там отец почаще. Там у него такая кухонка была. Ну, у него квартира, он тут прямо и жил, там квартира. Ну, квартиры не было, там в кухонке мы как-то сидели с ним, разговаривали. По музею он нас водил, все рассказывал, показывал. Инструменты свои эти, камни-дробильные. Как он, что, где, эти образцы всякие. Откуда ему что присылают. Сейчас вот просто табличку сейчас сниму. Сегодня что-то с погодой вообще случилось. Как из ведра льет с самой ночи. По всему тут, с северу Пермского края. Так, вот, ну, табличка вот. Надежда Григорьевна, Семен Ивановича Олейникова. Почетные граждане, 92-го года. Вот Юрий Ефимович. Ему очень много приложил сил, чтобы Магниевый построил он этот музей. Были там постоянно какие-то проблемы технического характера, что что-то там. Часто крыша текла. Влажность, потом вот эти картины Надежды Григорьевны, они из нити сделаны. Чуть не та влажность. Эта нить, она из разного состава. И по-разному начинала там где-то от влажности набухать. И буграми картина начала идти. И вот вечная проблема. И она заново ее сама перешивала, переделывала эту картину, чтобы эти дефекты убрать. Ну вот, короче, музей. Еще была у него старая квартира, в другом немножко районе Соликамска. Мы там тоже, тоже я там бывал. Там просто к пятиэтажке сделали пристрой. И там у него поначалу были свалены эти картины, друг на друге стояли стопками. Потом вот ему выстроили музей все-таки. Юдин похлопотал. Жаль, в поход не получилось сходить. Он отца приглашал, олейников, в 97-м году по Бавинской дороге. Ну, отец, он больше, чем за грибами, и на какие походы уже тяжеловато ему было. Он говорит, может, Алексей сходит. Ну, через отца, короче, он как бы это передал. А я что, меня с работы, там проблема была, спроситься. Он еще, я помню, сказал, что будет много интересных людей в этой группе. Ну, про Юдина Юрия Ефимовича я тогда не слышал, не знал. Может, он где-то когда-то нам и говорил в разговорах. А я даже ведь не знал про группу Дятлова еще, даже толком ничего. Может, так, не уловил просто, не запомнил. А так бы пошел, конечно, их ввел Юдин. Группа у них чертова дюжина почему-то называлась. Видимо, их 13 человек там собралось. Архитекторы, журналисты были там с администрацией кто-то. Много таких там, ну, профессий там интересных. Ну, вот Олейникова, да, художник. Ну, он Олейников. Надежда Григорьевна уже, по-моему, тогда в живых уже не была. Так, ну, ладно, поехали дальше. Вот мы находимся на главной площади Соликамской. Вот панорама Соликамска. Раньше здесь был, вот в том месте, темный такой сквер. Ну, небольшой скверик, но с высокими какими-то густо насаженными тополями. Какой-то он весь вид портил какой-то мрачный. Потом его убрали и обустроили вот эту всю, вот эту площадь дорожками. Тут стало как-то более симпатичным, какие-то фонарики поставили. Ну, вот это Тройский собор Соликамский. Вот один из главных храмов Соликамска. Вот такая вот архитектура. Это вот визитная карточка Соликамска. Как вот шпиль этой Петропавловской крепости в Питере. Так, в Соликамске вот этот шпиль. Вот этой колокольни. Ну, мне вот этот собор даже больше как-то нравится по-виду, чем собор Василия Блаженного. Тот просто какая-то пестрая пироженка. Какая-то нелепая. А этот как-то более, не знаю, строгий каких-то архитектурных форм. Вот это указатель тут. Все указатели показывают на разные города Тёмского края. Вот Красновише здесь. Вчера я был. Ныраб. Ныраб известен чем? Двумя датами. Такими известными. В Нырабе. В яме был заморен насмерть первый из рода Романовых. Шесть братьев Романовых. Борис Годунов раскидал по острогам. Это его конкуренты. По монастырям. Но меньше всего повезло Михаилу Романову. Его заточили в яму, держали голодом, в ледяную холодную яму в этом Нырабе. Его подкармливали местные ребятишки, которые родители, потом стража репрессировала тоже за это дело. И когда узнала, что его там подкармливали Михаила, они его тут же задушили и уехали. Он около года томился в этой яме. На нем были кандалы 40 килограмм весом. Эти кандалы я видел в музее. Они до сих пор хранились в Черденском музее. Но сейчас там какой-то ремонт идет бесконечный. И говорят, что вроде в Нырабский музей эти кандалы туда и увезли. Там музей вот этой ямы, где Михаил Романов. А через несколько лет его племянник восходит на престол. Первый Романов. Я, честно говоря, даже... Кто первый Романов по имени, вот не знаю, не помню. Ну, в общем, и после этого сюда приезжают в Ныраб разные вельможные особы. И, короче, в общем, на Ныраб такая снисходит благосклонность. Отменили Нырабцам, в общем, все налоги, все пошлины. И они до самой революции Ныраб жил без пошлин налогов там. Ну, занимался там то, чем там, торговлей. А то каждый город же обязан был налог платить. Вот. Ну, с приходом революции, все там, обложили его пруд налогом. А в 13-м году в Нырабе гостил никто иной, как гостил. Ну, как гостил? В ссылке гостил. Вот. Климент Ефремович Ворошилов, он около года сидел в ссылке в Нырабе. Жил в доме там у какой-то тетки. Ну, там ему скучновато было в этом Нырабе. Вот. Он получал деньги на питание от государства. Вот. Революционер, который там борется с царизмом, вот от царизма получал деньги на питание. Вот. Ему из Луганска приходили переводы денежные. Всякие книги там. Вот. Он там сидел, читал книжки, ходил на охоту, но говорят, стрелял он хреново. Вот. Поэтому и было потом учреждено звание Ворошиловский стрелок. Вот такая ирония судьбы. Вот. Ну, все, что вот так вот я бегу, знаю. Потом случилось 300-летие династии рода Романовых. И по этому случаю Климента Ефремовича отпускают из ссылки. И он благополучно уезжает делать революцию. Вот. Дальше. Так. Пойдем. Сейчас мы находимся. Что же это за место? Главное, ничего не написано. Абсолютно ничего не написано. Вот отсюда, по Бабиновскому тракту, здесь вот Юрий Юдин собирал группу в 97-м году. Вот они все собрались тут и пошли. Ну, где Бабиновскому тракту, где он прожил всю свою жизнь и скончался. 20 лет победы. И проживал наш Юрий Ефимович Юдин под табличками Мариана, поставленной после его смерти. Инициатор установки, само собой, по-моему, Кунцевич Юрий Константинович. Вот здесь написано Юрий Ефимович Юдин, истинный патриот России. В этом доме с 71-го по 2013-й год жил Юрий Ефимович Юдин, истинный патриот России. И Соликамская внешний значительный вклад в развитие культуры нашего города. Организатор, телесменный руководитель Соликамского туристического клуба «Полюс». 10-й участник группы Игоря Дятлова, трагически погибших в горах Северного Урала 2-го февраля 1959-го года. Вот обычная пятиэтажка. Квартиру, наверное... Ну, знаю, что на третьем этаже жил, а вот номер квартиры, что-то я нигде не нашел, не знаю. Может, Олег где-то найдет номер квартиры, информацию. Ну, тут сейчас ходить у кого-то, спрашивать, по-моему, бесполезно, никто ничего, наверное, не знает. На дверях домофон, куда-то где-то стучаться, что-то... Что-то я не уполномочен ни от кого, не знаю. Да хотя бы даже и квартиру, если снять, ну, там же люди живут всяко, ну, что их беспокоить опять же. Внутри все равно, у меня нахальство не хватит проситься там поснимать, а так дверь одну снять тут. Ну, в общем, хотя бы, хотя бы дом. Да, я планировал много, конечно, хотел, ну, так, с большими сомнениями попасть все-таки в деревню, посмотреть его дачу. Но я гуглил по Google S программе и карты смотрел. Ну, короче, очень нелегкое это мероприятие попасть в эту деревню Белкино. Причем это не Белкино, а Белкино деревня. Во-первых, переправы через... в районе Савикамска через Каму нет никакой, моста никогда не было и сейчас нет. Вся переправа только на ту сторону. Это надо ехать в Уссолье, в Уссолье можно переехать. И в другую сторону, в Верховьях Камы, там через Тюлькино. Но это равноценно, там еще сложнее дорога. И подобраться к самой деревне, там только просто надо знать. Нужен сталкер. Без сталкера ты там не проедешь, не пройдешь. Какие-то там дома стоят. Там домов так... На скидку, ну, штук 15, наверное. Я думал, она большая деревня. Ну, маленькая деревенька, оказывается. Я, может, когда-нибудь все-таки... Ну, не сейчас, когда, может, погода будет. Все-таки проберусь туда. Так, ну, все, посмотрели дом. Спасибо. Спасибо. А вот над заправкой виднеется часть испытательного стенда авиадвигателей завода имени Свердлова, он же термские моторы. Вот он, завод имени Свердлова. Здесь со времен войны делают одни из лучших двигателей в стране авиадвигателей. Ну вот, можно увидеть в каком он состоянии. Вот это испытательный стенд. Так, лучше. Вот это такие большие выхлопные как бы трубы и выхлопы от авиадвигателя фигачат прямо в небо, когда испытывают. Ну вот, в таком вот утручающем состоянии, снаружи вот так выглядят цеха вот этого завода, одного из главных перми федерального значения. Вот видите, такое все ржавое. Такое впечатление, что это еще наблюдал Рустем Слободин в таком виде. А почему Рустем Слободин? Да потому, что он в 58-м году проходил здесь преддипломную практику. И дипломная работа, насколько я понял, у него была по улучшению технологических процессов на производстве авиадвигателей для экранопланов, которые тогда были очень перспективные. Было перспективное направление по этим экранопланам. Вот видите, забор был такой весь уже ободранный. Его решили года три назад отдать художникам. Вот они его разрисовали. История завода в картинках. Все самолеты. И современные, и времен войны. Вот. Поставили над этим забором, там да сям, видеокамеры. Лучше бы эти деньги потратили на, не знаю, там, что-нибудь покрасили бы там, или обштукатурили какой-нибудь цех. Ну, ладно, это не суть. В общем, вот здесь вот работал Рустик, проходил практику. Я тоже успел тут чуть-чуть совсем поработать, когда было безвременнее, в 90-е. Но я, конечно, делал не авиадвигатели, а делал мотоблоки для огородников и садоводов. Поскольку ни космонавтика, ни авиадвигатели в стране толком уже нужны не были, видимо. Все тут приходило в упадок, в 90-е. Вот это проходная, вторая. На Оглинской. Вот она, где цифры, это проходная. Вот она вся тоже немножко облупленная, маленько подшаманенная. Я через эту проходную ходил, вот интересно, Рустем через какую ходил. Там еще центральная есть, конечно. Ну, наверное, через центральную, но она тогда выглядела, наверное, поскромнее, чем сейчас. Может, через эту. Вот это все тянется, этот завод. Он занимает 2-3 квартала. Довольно приличная площадь у него. Вот это рабочий район, который был выстроен для работников завода «Пермские моторы» в 60-е, 70-е годы. Здесь чисто рабочие кварталы, и до сих пор каждое утро половина, это микрорайон Крохолева называется, каждое утро половина этой Крохолевки автобусами его езжают на эти вот две проходные завода, моторостроительный, как он называется. Мне интересно, где жил Рустем, но, скорее всего, в какой-нибудь рабочей общаге, в этом же микрорайоне Крохолева, наверное, и жила. Где еще? Недалеко от завода, в принципе, пешком. Ну, пешком, конечно, тут топать-то далековато. Ну, скорее всего, что там ходило тогда, в 50-е годы? Троллейбусы-то ходили, наверное, уже. На троллейбусе, наверное, ездил. Троллейбусы тут давно были, ну, ну, сеть развита. По-моему, деревянные еще тогда ходили. Вот, вот, микрорайон Крохолева. Рабочий район. Здесь же есть улица Солдатова. Солдатов – это один из начальников производства. Троллозавода, который развивал этот завод. Вот это центральная проходная завода «Пермские моторы». Ну, здание, конечно, постройки годов, наверное, 80-х. Когда Рустам Слободин здесь работал, проходная, конечно, выглядела по-другому совсем. Ну, вот это вот выдающийся конструктор. Один из основоположников двухконтурного газотурбинного двигателя. Написано «Соловьев П.А». Вот Рустам, скорее всего, здесь и ходил на работу. Я тоже один курс на технарябе учился в нашем политехе. На специальность ракетные двигатели. Но поскольку я не Рустам Слободин, у меня упорства не хватило. Как раз в 90-е завод в загоне был, все там упалилось, падки, все. А вот однокурсник у меня доучился, и сейчас он работает в испытательном полигоне, недалеко от Перми. Ракетные двигатели. Здесь выпускает первую ступень ракеты «Протон». Одна из лучших в мире ракет, считается. Здесь какое-то обустройство идет, реконструкция площадки перед проходной. А в этом же политехе, где мне довелось поучиться, ну, там за камой немножко в лесу находится, работала Вера Сергеевна Колеватова, старшая сестра. Саша Колеватова. Но информации про нее что-то я как-то мало нашел. Там маленькая, небольшая статья. Ей уже по возрасту, чуть не за 100 лет, она, видимо, сильно старше Саши была. Я когда учился в 94-95-й, там же рядом, она была основателем химической кафедры ППИ, политеха. А наш корпус находился через два, через три корпуса. Дядя на машиностроительном учился, аэрокосмическим потом стал. Ну, не знаю, в 90-е она работала, еще не работала, но сейчас, скорее всего, нет живых. Интересно, где она похоронена, даже на каком кладбище, и где она жила, адрес тоже, наверное, не найти. Вот так вот. Северная, главная центральная проходная. Вот идет и какие-то тут работы капитальные. У меня даже жена тут поработала несколько лет. Прямо вот здесь, ЗАО «Протон», закрытое акционерное общество «Протон». Она химик-технолог была по топливу, работала с этим гептилом на вредном производстве. Таскала всякие емкости с гептилом, ракетным топливом. Еще третья где-то вроде проходная с другой улицы, но эти самые основные две. Так, все вы посмотрели две части Тропой Юдина, которые снял для нас наш подписчик Алексей Владиславович из Пермского края. Спасибо ему большое. И сейчас будет третья часть. Не могу не показать ее. Зимой 5 февраля они были на кладбище, на Ивановском, на Михайловском, и почтили память наших дятлосов. Давайте посмотрим, как выглядят могилки дятлосов зимой. Все-таки человек приехал, возложил, отдал дань погибшим, убитым дятлосам, возложил цветы. Давайте посмотрим с вами все вместе. И послушаем еще раз Алексея Владиславовича. Нашего подписчика, напоминаю. Это снимал он специально для канала «Мысли об истории». Сейчас вы это все увидите. Мы прибыли в Екатеринбург и все-таки сомневались, но нам удалось попасть на первое кладбище, Ивановское, к двум дятловцам нашим, к могиле. Это Ивановское кладбище. К Сергею Иванищенко и Семену Золотареву. Вот они, две рядышком могилы. Думали, тут будут сугробы по колено, сапоги там взяли, все. А тропинка-то не зарастает, протоптана тропинка. Люди тихонько ходят. Недавно была годовщина гибели. Буквально неделя еще не прошла, 2 февраля. Такой вот памятник Криванищенко уже врать не буду, не знаю, родственники какие-то остались, какие-то там, ну, может, какие-то правнуки, проплемянники какие-то, которые уже непонятно, где живут. Я врать не буду, я про родственников не знаю, где у кого остались еще родственники. У Золотарева точно осталась только какая-то внучатая племянница, она на передачу приезжала там, в общем, на телевидение. И все, больше никого нет, и мать уже давно умерла, и Криванищенко, родителей, само собой, нету, уже, может, кто-то еще из таких более дальних родственников. Вот такая высокая ограда. Памятник изначально не менялся, видно, что первоначально я не знал, не видел, какой был временный установленный, но тогда в скорости был, видимо, это стелло и установлено, потому что по виду, видно, что уже больше полувека и это есть, конечно. Вот. Сейчас дойдем до Семена Золотарева. Так, вот мы тут как раз въехали в Катеринбург, тут у меня вот друг Борис, мне помогает сориентироваться, так скажем, он штурман, да. Турист Кривонищенко, Георгий Александрович, как мне, вот, что интересно, ну, предположительно, у них день гибели 2-го февраля, в ночь, под утро, с первого на второе, под утро второго, ночью на них напали, убили жестоким образом, потом органы, потом их обнаружили, на через пару дней, тут же занялись органы, и начали работать, сначала начали следствие было, а потом резко получили по шапке и начали работать с энтузиазмом, целиком и полностью на сокрытие, на сокрытие этого преступления и разработку легенды о причине их гибели. Так, идем сейчас к могиле Семена Алексеевича Золотарева. Вот Семен Золотарев, Семен Алексеевич Золотарев, Фронтовик, это старший самый турист в группе, он туда перед самым походом к ним попал, сколько бы баек про него там не травили, что он засланный там диверсант, двойной агент немецкой разведки, завербованный во время войны, что только там не напето, что это чуть не черт с рогами там, вот, КГБшник, вот, но он официально работал инструктором, и ему нужно было как бы, ну, для повышения, ну, как сказать, должности, что ли, нужен был разряд мастер спорта, мастер спорта, по-моему, по туризму, что-то такое, вот, он же на Кавказе тоже водил, участвовал в этих походах, в общем, вот, погиб он, предположительно, вторым, они были оба дежурного, с Тибу Бриньолем, с Колей, Колю сразу убили, и он выскочил, это, выскочил, и тоже его тут же замолотили, а дальше уже пошла там массовка уже со всей палаткой, но это, я тут не буду от себя тяну пороть, это версия человека, который на Ютубе занимается именно настоящим исследованием, вот, они всякой пиарщиной для себя, вот, и у него версия уже четкая, что убили их местные таежные охотники, так скажем, хотя и так понятно, кто, вот, ну, не будем тут, как говорится, сейчас слово не скажи, скоро ни кошлени, ни моргни, уже статьи все пишутся, все новые статьи пишутся, уже чихнешь, уже будет разжигание какое-нибудь, еще какое-нибудь поджигание, разжигание, уже ничего не скажи, никакую мысль, не предположи, ничего, поэтому, так, вот, прошлый год местный бизнесмен, у него, по-моему, ритуальная контора, вот, предприятие, он, он, тоже, неравнодушный к дятловцам, человек, он, заменил бывший памятник, тут из титана, был обелиск из титана, уже второй память, надгробие, это уже третье, получается, вот он поменял на гранитную стелу, и вот тут надгробие, тоже, такое, из каркаса, из уголков, и с плиткой, там, гранитной, вот, красивая, и с задней стороны, здесь сам Семен, фотография, из похода, из его, вот, это, интересная фотография, где он сидит, о чем-то задумался, сидит, на рюкзаке, рядом тут, Зина Калмогорова, там, что-то записывает, вот, они сидят, у них, привальчик, небольшой, по маршруту, вот, остановились, передохнуть, хороший памятник, вот, ну, ладно, пойдем дальше, на следующее кладбище поедем, попробуем посмотреть, все, мотор, все-таки решили мы вернуться, сюда первый раз пришли без цветов, потому что, ну, не нашли по пути, вот, решили мы вернуться, все-таки нашли варек, цветочный, решили вернуться, все равно, ползить, святые дятловцы, тем более, что, 2 февраля, предположительно, у них, была годовщина их, гибели, а сегодня у нас, что у нас, 5 февраля, сегодня 5 февраля, нашли, по-настоящему, числа 4, а официально, их начали поисковую операцию, 26 февраля, еще 2-3 дня, и пойдем к Георгию Кривоничу, и пойдем к Георгию Кривоничу, не упадет, не упадет, георгию Кривоничу, подстанет, ой-ой-ой, наш путь, как слон, ладно, так, поставим, все, поехали, все, наконец-то мы добрались до Михайловского кладбища, правда, перепутали входы, и заехали из противоположного, на машине там, въехали внутрь, вот, здесь как раз, кстати, парковки нету, так что, ну, прошлись через кладбище пешком, оно не такое же большое, кладбище, довольно старинное, тут очень много старинных могил, еще позапрошлого даже века, но очень много, прямо, оно какое-то полузаброшенное, честно говоря, кладбище, видно, что масса могил по всему кладбищу нуждается в уходе, ну, вот, лежат сами ребята, вот, ихние надгробия, из серого мрамора, вот, Николай Тибобриньёль, так, это у нас Колеватов Александр, вот, это Дубинина, Людмила, Александровна, вот, самая молодая девушка, вот, то ли на третьем курсе была, вот, ей досталось больше всего, ее изуродовали, еще живой, эти зверюги, вот, поэтому ей досталось больше всех, жалко, молодая девчонка, они все, главное, ребята, перспективные, подающие надежды, именно, из них могли бы быть, не знаю, и ученые вырасти, и какие-то талантливые руководители, Игорь Дятлов вообще, никто бы не удивился, если бы он был, в отряд космонавтов вообще попал, в первый, так, это у нас, а, ну, вот здесь одно надгробие, которым, многих вставит в тупик, откуда здесь взялся Никитин Виктор, вот, тоже поначалу я не понял, когда узнал, думал, ну, как, одинаковое надгробие, одинаковое захоронение, он не из группы Дятлова, он вообще посторонний человек вроде, ну, как, как говорят, что, во время похорон, группы, он тоже студент УПИ, и он, ну, там скончался по каким-то причинам, именно в эти же дни, его решили, ну, как-то там, вместе со студентами, как бы, всех в одной могиле, за один раз и похоронить, и поэтому, здесь, среди них, похоронен, так, это, Калмогорова, Зина, вот, Зина Калмогорова, тоже, вообще, это, это вот, Слободин, Рустем, Рустем, Слободин, ну, да, там, две девчонки, вот, Рустему, проломили, голову, ударом, прямо, ну, гадалки не ходи, на 99% прикладом, карабина, причем, скорее всего, нарезного карабина, не охотничьего ружья, кованым прикладом, поэтому, все эти лавинные версии, они не выдерживают вообще никакой критики, хотя, официальные лица, прокуроры, ладно бы там еще, всякие шоумены, пересуды на этих передачах, прокуроры съездили, пресс-конференцию провели, или в Екатеринбурге, или где, я не брать не буду, или в Москве, или где, нет, они там, по телевизору, показывали, так, Дятлов Игорь Алексеевич, вот он, Дятлов Игорь Алексеевич, по фамилии которого, называется, и вся вот эта вот, история, и группа, группа Дятлова, парень был, конечно, незаурядный, абсолютно, смастерил радиопередачу, радиостанцию смастерил, они ее брали в какие-то походы, в летние, но, поскольку она была, громоздкая, вот, спрашивают, почему они могли бы взять с собой радиостанцию в поход, она весила чуть не 30 килограмм, вот, они когда на сплав, сплавляться, что я положил на плод, или, ну, куда там, на чем они сплавлялись, вот, тащить, извините, у них каждый рюкзак весил, у девочек, не меньше 20 килограмм, вот повесить 20-ти литровую канистру за спину воды, даже вот час ее приподними, у пацанов минимум 30, а то и 38 килограмм доходил вес рюкзака, раньше же не было таких этих пластиковых этих упаковок продуктов, были консервные банки и прочие, вот их не осталось, общие, все группы, из этого, из белого мрамора, конечно же состояние тоже, конечно, требует некоторого ухода, реставрации, но вот, Борис утверждает, что не могут в таком состоянии, чтобы не обновляться, вот эти портреты овальные, ну да, похоже, что их все-таки меняли, потому что вот здесь замазано, замазкой, похоже, меняли, да, все-таки, но их делали просто, один в один копии, создавали копии, чтобы, ну, не нарушать уже традиционный вид, стеллы, так, ну, и похоронен здесь, конечно, десятым, Юдин Юрий Ефимович, он жил до 13-го года в Соликамске, у нас, в нашем Пермском крае, вот, и завещал похоронить его с ребятами, не, не по месту жительства, а с ребятами, конечно, он до конца жизни так и не оправился, после гибели группы, он вообще ушел в себя, был, ну, такой замкнутый, говорят, как бы очень, потому что Игорь Дятлов, его лучший друг был, с детства, вот, и, а, Семен, вот, а здесь, а здесь, а, Александр, путаница была вообще, он Алексеевич, а тут Игорь, полный вообще абсурд, вообще везде, вот, так, ну ладно, тогда, это самое, сейчас пару фоток еще сделаем, что мы положим к цветочке, это у нас, поля Тибо Бриньоль, Тибо это французская фамилия, а Бриньоль, это, оказывается, город во Франции, его, так, как бы, присоединилось, почему-то, название города, фамилия, я не знаю, погиб, предположительно, погиб самый первый, был убитый, так, это, 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 его сестра, Вера Сергеевна, жила в Перми, профессор, химической кафедры, Пермского политехнического университета, то тогда институт еще был, сейчас, неизвестно, жива она еще нет, скорее всего, нет, ее уже сто лет почти, уважаемые, это Дубинина Люда, Дубинина Люда, ей досталось больше всего, наверное, залпом, извини, Виктор, это не Дятлович, но, все-таки, к Дятловичам приехали, надеюсь, не обидится, дальше, это у нас, Слободин, Рустен, Рустен Слободин, спортсмен, самый спортивный, такой, самый сильный парень, был в группе, предположительно, очень активно оборонялся, и есть предположение, потому что один из нападавших пропал без вести, как сказали потом, что якобы его загрыз медведь, предположительно, что одного, одного все-таки нападавшего они забрали с собой, Мамагорова зима, Мамагорова зима, да, самое важное, важное, важное. А, нет, еще нужно, Доршинка, Юр Николаевич, и Дятлову Игорю положили, Дятлов Игорь, руководитель группы, ну вот, пойдем еще Юдину положим, Юрию, еще Юдину, Мы прибыли в Екатеринбург, вот такой получился интересный, исторический, в конце печальный рассказ, спасибо Алексею Владиславовичу, нашему подписчику, напоминаю, это наш подписчик, канал Мысли об истории, Алексея Владиславович, вы его видели в кадре, он специально снял для нас сюжеты, и выслал мне, чтобы я показал на стримах. Он проживает в Пермском крае, земляк нашей подписчицы Альбины, спасибо ему большое, прошел тропой Юрия Фимовича Юдина, где он водил в поход группы на вот эту гору, гору Утес-Полют, вы все посмотрели, где был клуб Полюс, туристически все эти годы, он находился в этом двухэтажном здании, то есть в этом здании, вы посмотрели дом Юрия Фимовича, типовая пятиэтажка обыкновенная, вот так всю жизнь скромно в ней прожил, в этом доме Юрия Фимовича Юдина, ну все посмотрели, завод Пермские моторы, завода управления, где проходил практику Рустем Слободин наш, один из дятловцев, преддипломную практику Рустем проходил на этом заводе, Пермские моторы, кто не знал, и посмотрели бы здание галереи народных художников Соликамска, вот это здание было построено, в том числе участвовал Юрий Фимович Юдин, то есть он активно продвигал, так сказать, способствовал этому, находясь уже на должности вице-мэра Соликамска, и вот в том числе и благодаря ему было построено это здание, как раз для организации выставок, то есть было предоставлено помещение, именно народным художником, впервые, кстати, за всю историю этого городка, никогда такого не было, но вот Юрий Фимович добился, своей энергией, здание было построено, и люди приходили на эти выставки, то есть была картина галереи красивейшая, и приходили люди на выставки, сейчас этого нет, конечно же, сейчас там арендаторы помещения все, в аренде, в субаренде и так далее, все, нету больше галереи, к сожалению, так, давайте посмотрим в чат, кто подошел, так, подошла Екатерина, Екатерина, поздравляю тебя с Днем Учителя, здоровья, счастья тебе, от всей души тебя поздравляю, от канала Мысли об истории, от себя лично, и Катя, тебя с праздником профессиональным, так, кто у нас еще подошел, Дарьус, моя Усказ, Дарьус, приветствую тебя, здравствуйте, Николай Химович, Киев, Украина, Николай Химович, здравствуйте, Сергей Спиридонов, приветствую вас, Сергей, рад всегда видеть тоже, Владимир Крафт, конечно же, здравствуйте, Елена Проскурина, здравствуйте, все наши подписчики, все пришли сегодня, Олег Федоров, приветствую вас, да, Катя, право, от всей души, у тебя сегодня праздник, это День Учителя, шикарный праздник, я об этом в первой части передачи сказал, что всех учителей, конечно же, поздравляю, потому что все, ну, все, у всех нас учили учителя, конечно, все мы в школе учились, заканчиваем среднюю школу, хороший праздник, действительно, в этот день мы всех вспоминаем, наших учителей, всех поздравляем, поэтому Екатерину от всей души с праздником, Татьяну Сахалин, тоже нашего модератора, не забывайте, Татьяна Сахалин, профессиональный педагог, закончила пединститут, работала в школе, поэтому Татьяна Сахалин от всей души тоже с Днем Учителя, конечно, да, Алексею Владиславовичу, спасибо, наш подписчик, хороший человек, спрашивал меня, можно я вот сниму, я говорю, конечно, снимайте, обязательно посмотрим, где Юрий Ефимович Юдин походы водил, вот представьте, вот эту в первой части тропинку показали, подъем, спуск по этим камням, здесь ходил Юрий Ефимович, ходил и водил группу по этой тропе, причем не один раз, да, Альбина, спасибо, Алексей, все правдиво сказано, да, Альбина, твой земляк, Алексей Владиславович, наш подписчик, спасибо ему большое, так, сейчас я на вопрос, конечно же, отвечу по-быстренькому, Николай Ахимович спрашивает, каменные плиты надгробия сдвинуты относительно могилы или нет, Николай Ахимович, давайте по факту, у нас с вами есть запись Кизилова, Майя Пискарева записала, все вы знаете, тоже исследователь Кизилов, ему об этом сказал, заместитель директора Михайловского кладбища, Елоховский, или Елох, у меня, у меня есть на стриме, его фамилия записана, я стрим проводил, вот со слов зам директора кладбища, Михайловского, где основная масса дятловцев похоронена, где вы сейчас в конце видео увидели, когда убирали вот эти из проволоки металлические надгробные стелки, ну, стелы небольшие, ставили вот эти бетонные надгробия, новенькие делали, тогда новенькие, из мрамора, и по какому же причине непонятно, зам директора Кладбища сказал, почему-то сказали, когда строители планировали, сделали на полтора-три метра, сдвинули вправо, общие могилы, и получилось, что могила Николая Тибо, теперь находится с левой стороны, под дорожкой, по которой все ходят, вот эта калитка, и заходишь, и идет дорожка, памятник у дятловцев, вот под этой тропинкой, получается, сейчас лежат останки Николая Тибо, Бринюля, почему так получилось, соответственно, надгробие Игоря Дятлова, просто над пустотой находится, там ничего нет, понимаете, но это опять же, это запись, Кизилов это сказал, четко об этом, рассказал, что вот зам директора Кладбища, четко сказал, на полтора-три метра в правее сдвинули, то есть все могилы, соответственно, надгробие сегодняшние с фамилиями, не соответствуют остаткам, которые находятся под ними, но опять же, это со слов Кизилова, записала Майя Пискарева, вот то, что нам сегодня известно, это по факту, да, Семен Марковский, Юрий жил в обычном доме, сам был обычным, потому что везде любили, за непосредственность и человечность, да, Семен Марковский, я с тобой согласен, судя по тому, что мы с вами знаем на сегодня, все-таки Юрий Ефимовича Юдина в городе уважали, в Соликарнской любили, и он был скромным человеком, достаточно скромным, как говорится, богатств не нажил себе, вилл, вилл особняков и так далее, жил в простой, вот в этой типовой пятиэтажке, всю жизнь свою жил, где и скончался, а человек был вице-мэром, как говорится, вот представьте, сегодня возьмите некоторых вице-мэров, почувствуйте разницу с вице-мэром Юрием Юрьевичем Юдином, небольшого городка Соликарнск, у нас сейчас у многих, как говорится, не пойман не вор, но те, кто были пойманы, у вице-мэров мешки стоят с деньгами полными, наличкой. Да, Алексей посмотрит, он сегодня на работе, но он посмотрит обязательно, спасибо, что пишете, он прочитает, конечно же. Наш подписчик Алексей Владиславович, спасибо ему большое. Все вы видели его на экране, хороший человек, житель Пермского края. не поленился, пошел по местам Юрия Юдина, на гору полет поднялись, поехал. К сожалению, пока не получилось снять деревню Белкино, где у Юрия Фимовича старый домик был развалюха, где он на огородике выращивал там картошку для себя, еще что-то. Это деревня Белкино, она находится за речкой, туда надо переправляться, паром ходит, а дальше надо через лес там, ну, пешком пилить. Ну, в общем, пока не добрался туда Алексей Владиславович, конечно. Если будет возможность, в деревне Белкино именно домик и огород Юрия Юдина обязательно тоже снимет видео. Я надеюсь, это получится. И все мы с вами посмотрим, где огородничал Юрий Фимович Юдин, где он проживал этот домик. Ну, как проживал, приезжал туда отдыхать, понятно, что-то выращивал. Так, Наталья Беспалова подошла, марсианка наша. Наталья, здравствуйте. Наталья, приветствую, рад всегда вас видеть. Город Самара, конечно же, Наталья. Так, вроде со всеми поздоровался, кто в чате подошел. Да, друзья, сегодня много сидеть не будем. Понимаете, чем цены эти кадры? Вот мы все с вами, как было известно, вот Юдин уехал в Соликамск по распределению и с концами все. Что, как, как жил человек, чем дышал, никто не знал. А эти многочисленные псевдоблокеры на Ютубе, вместо того, чтобы рассказывать о человеке, они ее грязью поливали. Понимаете? А мы с вами потихонечку узнали о жизни Юрия Фимовича. Во-первых, книгу прочитали, где рассказывали о нем его современники, его коллеги и соседи. Вот сегодня Алексей Владиславович показал нам места Юрия Фимовича, то есть вот эту тропу туристическую, где он водил группы, где клуб «Полис» находился в двухэтажном здании, к сожалению, теперь его нет. Где проживал Юрий Фимович пятиэтаж, где он и скончался в 2013 году. Посмотрели, интересно, в ДК, где они слеты проводили туристические концерты, выступал. Вот в этом ДК показали, с колоннами, красивое здание в Соликамске. То есть мы с вами постепенно узнаем жизнь десятого дятловца Юрия Фимовича Юрина, как он жил после этой трагедии. А это все равно интересно. Потому что прежде чем грязью поливать человека и придумывать небылицы, сначала изучите его жизнь. Я за историческую правду все-таки, за справедливость. Нет, понимаете, нет в его биографии, вот сколько мы с вами смотрим, нету никаких черных, плохих страниц, чтобы кого-то обманул, ограбил, подставил и так далее. Что-то там плохое кому-то сделал, понимаете. Человек, безвинный человек, без вины виноватый, грязью поливает вот такой сякой, бросил, ушел и так далее. Это было задумано, это получил задание и бред, и бред. Он агент, он там агент, он на тех работал, на этих. Совершенно не имея оснований, человека обвиняют в том, что он никогда не совершал, понимаете. Я считаю, это несправедливо. Нету никаких доказательств, что Юрий Ефимович был каким-то агентом, что по заданию он специально ушел там с Второго Северного и так далее. Нету. Никто не может из этих псевдоблокеров, этих мастодонтов, детловедников, это подтвердить никакими словами. Одно, пустогрёхство, понимаете. Конечно, мёртвого человека легко грязью поливать. Он же вам ответить не может вам, идиотом, негодяем. Извините за выражение. На мёртвого всё можно повесить. Да, Лена, спасибо. Спасибо. Вот наш подписчик просто, понимаете, пошел человек и снял, поснимал, видео снял, потратил свое время. Я уверен, что он в деревне Белкино побывает и тоже там снимет обязательно дом Юрия Ефимовича бывших, естественно. Просто, понимаете, развелось много, языками трепет, а ничего из себя не представляет, понимаете. А наш подписчик простой человек, простой, Алексей Владиславович, пошел, поехал и сделает. Вот поэтому, чем трепать языками, возьмите что-нибудь в жизни своей, сделайте. Хотя бы то, что сделал Юрий Ефимович. Основал клуб полис туристический и долгие годы им руководил. Каждый мальчишка его знал в городе, потому что он и детей водил в походы, школьников тоже обучал. Алексей спрашивает, автор видео на автобусе работает. Алексей, я не знаю, где он работает. Мне, если честно, я не выяснял этого. Ничего не могу вам сказать. Надо будет, человек сам расскажет. Ну, а как бы лезть в душу человека, как бы я не привык. Это некрасиво и некорректно. Надо, сам расскажет, где он работает. Все-таки деликатность и такт еще никто не отменял в общении. Я понимаю, что в наше время эти качества не слишком изучаемы и присущи людям. Но, извините, я человек другого воспитания, поэтому... Так, Эльмира Валиева подошла к Иргызстан, Бишкек. Эльмира, здравствуйте. Написать не могла, зашла давно. Понял, Эльмира, понял вас. хорошо. Рад, что вы пришли, давно вас не видел на канале. Спасибо, что приходите. Эльмира, все равно жду вашего рассказа, все вы помните, да? я надеюсь, я надеюсь, вы уже съездили туда, куда собирались. жду ваших рассказ. Эльмира. Да, сегодня долго сидеть не будем, сейчас будем заканчивать уже. Будем заканчивать сейчас. я думаю, мы все узнали много интересного из видео Алексея Владиславовича. да, эльмира, да, да. Тоже было интересно посмотреть именно юдинские места, понимаете? Просто интересно. Потому что, когда я из книги зачитал рассказы о его походах, мы про эту гору, полют, утес я читал, как он туда группы ввел. Вот сегодня Алексей Владиславович нам рассказал и показал. Спасибо ему большое. Хороший, добрый человек, наш подписчик. Не перестаю говорить, что у нас на канале собрались все очень хорошие люди. Все наши подписчики очень хорошие, культурные, адекватные. Поэтому всем я благодарен, конечно же, что вы приходите на канал Мысли об истории, что вы спрашиваете, задаете свои вопросы. Мне это тоже интересно с вами общаться, конечно. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, Эльмира, понял, вы ночью прилетели, я понял вас. Но все, Эльмира, буду рассказы вашего ждать, конечно же. Дальше все, как мы с вами договаривались, Эльмира. Итак, друзья, сегодня в конце стрима, сегодня будет у нас страничка интересная. Сегодня будет поэзия, но не Ирина Адамова. Ирина Адамова сегодня немножечко отдохнет у нас. Сегодня я поработаю за чтеца, уж извините, ваш покорный слуга сегодня, прочитая стихотворение. А какое это будет стихотворение, сейчас мы с вами узнаем. Итак, поэтическая страничка канала Мысли об истории. Немножко предыстории, прежде чем я его зачитаю. Все вы знаете, что прошлым летом в Санкт-Петербурге прошла вторая всероссийская конференция по перевалу Дятлова. То есть Дмитрий Учкиреев ее организовал в Санкт-Петербурге. Мы все туда приезжали, выступали и так далее. Есть видео, я рассказывал об этом, на моем канале есть видеоотчет об этой конференции, есть фотографии, есть видео. Так вот, на этой конференции присутствовала наша подписчица, я о ней говорил в начале стрима. Зовут ее Елена, фамилия не обязательно. Она всю жизнь проработала в прокуратуре, была государственным обвинителем, выступала в суде, поддерживала обвинения по тяжким, особо тяжким преступлениям. То есть человек юрист высшей квалификации, высшей категории, прекрасно разбирающийся в уголовном, в том числе в уголовном праве, в уголовных делах. И вот Елена, подписчик нашего канала, она пришла на конференцию. И она сидела в зале, потом был у нас перерыв, она попросила, можно я возьму слово. У нас есть рубрика на конференции, все вы знаете, открытый микрофон. То есть любой подписчик может выйти из зала и по перевалу Дятлова что-то рассказать свое, допустим, свое видение какое-то, что-то может интересное. Под каким, может он по-другому как-то видит. И вот вышла Елена, попросила, дали микрофон ей. Она сидела слева от меня, все вы помните, в желтом костюме таком. И вот она рассказала, то есть оценила с точки зрения бывшего прокурора, оценила это уголовное дело данное. И она действительно подтвердила, что она согласна с версией канала «Мысли об истории», с моей версией. И она четко сказала, что здесь единственное все, как рассказывает Олег Валентинович, так и соответствует действительности. Здесь действительно убийство, именно тяжкое убийство, криминал двух и более лиц по закону это называется, умышленное убийство. И так далее, то есть все понятно. Естественно, понятно, что убили местные таюжные охотники. То есть чутье прокурора здесь, как говорится, сработало четко. Я это говорю не к тому, что вот я рад, что она поддержала мою версию. Понимаете, я вообще не знал, что человек пришел на конференцию. Я ее первый раз в жизни видел, во-первых, понимаете. Первый раз тогда видел. Я не знал, что она выступит и, понимаете, поддержит нашу версию. Она просто вышла, рубрика открытой микрофона, и поддержала нашу версию. А как она выступала, я сейчас размещу ссылочку в чате, пожалуйста, себе ее. Скопируйте все. Извините. Вот эта ссылочка. По этой ссылке вы можете зайти, это видеоотчет о нашей конференции. Там все ее увидите, она слева от меня будет сидеть. Елена, наша подписчица. И вы сможете посмотреть, то есть, воочию убедиться, что это живой человек. Елена, наш подписчик, бывший прокурор. Прекрасный, грамотнейший юрист. Ей по ушам не проедешь, понимаете. Человек прекрасно знает уголовное право. Знает, как расследуются тяжкие, особо тяжкие преступления. И она четко сказала, да, здесь все наличие. Она сказала то, что я говорю уже 4-5 год, говорю. Что налицо все признаки умышленного преступления, тяжкого, именно убийства. Массового убийства. Она об этом четко заявила. И, естественно, исполнителями этого убийства являются министры и таежные охотники. О чем заявила Елена в зале, тоже подтвердила с ее слов. Вот зайдите по этой ссылочке, сохраните себе, можете послушать ее речь. Она не такая большая, посмотрите, в общем. Так вот, Елена, мало того, что бывший прокурор, она пишет прекрасные стихи. Талантливый человек, талантлив во всем. И Елена написала стихотворение к сегодняшнему нашему стриму. Я не могу его не прочитать сам, потому что хочу сам прочитать. Тем более Елена попросила меня, наша подписчица. Поэтому я его сегодня зачитаю. Причем она это стихотворение написала по наитию. То есть она смотрела наш стрим, послушала стихи Ирины Адамовой. И вот ей что-то, как пришло, понимаете, вдохновение. Она вот села просто за 6 минут на коленке, как говорится, и написала. Невероятно просто, но вот написала прекрасные стихи. Я сейчас вам их зачитаю. Так, давай вопрос. Алексей, контакты автора, как с ним связаться? Алексей, контакты автора есть у меня. Екатерина, Олег, от чего потерял сознание Игорь Дятлов? Екатерина, Игорь Дятлов потерял сознание от ударов, когда его избивали. То есть он получил удары в голову, в нос, в губы. Нос был разбит и потерял сознание. То есть это сотрясение головного мозга от ударов. Поэтому и потерял сознание. А потом замерз. А то многие, понимаете, у нас начинают, приходят великие спецы. А чуя на первой обедер, когда повреждений никаких у них нет. Чуя на первой обедер, значит они замерзли, их никто не убивал. Объясняю популярно. Мороз – это самый страшный убийца. Попробуйте, упадите без сознания на морозе, засните. Сколько вы пролежите, допустим, просто в штанах, в кофте, в кофтенке легкой. Градусы в мороз 20, 25, 23 несут. Уверяю вас, через 20 минут ваше сердце становится от гипотермии. Умрете от гипотермии. Вот и все. Спецы великие. И Зина, и Игорь, и Рустем были выведены из сознания ударами. И просто замерзли. Убийцы просто стояли и смотрели, как они умирают. Через 20 минут все были мертвы. Понимаете? Пролежи без сознания на морозе. Да, смерть от замерзания. Но что появилось в прологу этой смерти? Тяжелые удары, избиение страшное. Вот вам и замерзание. Человек без сознания 20 минут и мертвый. Надеюсь, ответил на твой вопрос, Екатерина. Я об этом рассказывал уже 156 раз. Надо стримом и посмотреть, там все это есть. Итак, сейчас я зачитаю стихотворение Елены, бывшего прокурора. Она талантливый человек, посмотрит. Я думаю, будет ей приятно. О речи Елены на конференции посмотрите в ссылке. Ссылку вы видите в чате. Я ее разместил. На свой стрим. Вот еще раз ее даю. Скопируйте себе. Кто не смотрел наш стрим о конференции, там вы увидите, как Елена выступает, рассказывает интересные вещи. Пожалуйста, послушайте, как выступает бывший прокурор. Что она может, что она знает. Послушайте. Это вам не трепочи с Ютуба. Итак, стихотворение Елены из Санкт-Петербурга. Сейчас, секундочку. Как жаль, да боли жалко. Как часто я бессонными ночами пыталась разгадать, понять, зачем. И кто их жизни оборвали. Что сделали они не так. Кому так дико помешали. Зашли полюбопытствовать что-то там. Где люди странные свой праздник отмечали. Но все не так. Там был шаман. Он Люду встретил. Это было святотатство. Шаман решил, что жертва есть его богам. Мы жертвы примем. Так якобы сказали боги. Но жертвы ведь придуманы людьми. А нам, богам, не нужно крови. И девушкам таким красивым надо жить. Детей рожать и быть в гармонии с природой. Судьба ребят решилась. Не жить им больше. Слово вожака. И ранним утром все случилось. Убиты все жестоко. Страшно. Не спеша. В угоду богу. Мой народ доволен. Шаман ликует. Жертва принята. Туристов имена забыть пытались. Но дятловцев мы помним имена. Их было девять. Вел их дятлов Игорь. Весельчаки Кривонищенко Тибо. И Семен Фронтовик Отважный. А также сильный Юра Дорошенко. И скромный добрый Рустик Слободин. И девушка Кремень. Дубинина Людмила. И Колеватов Саша. Умница. Педант. И Зина Калмогорова. Как жизнь она любила. Они убиты и остались там. Посвящается памяти группы Игоря Дятлова. Автор Елена из Санкт-Петербурга. Спасибо Елене за такие душевные стихи. Слова проникновенные. Просто здорово Елена. Спасибо вам большое. Надеюсь вы посмотрите наш стрим. Послушайте свое стихотворение. Которое вы написали прямо очень быстро. Спасибо вам Елена. Спасибо большое. Вот такое стихотворение написала наша подписчица. бывший прокурор Елена, проживающая в Санкт-Петербурге. Посмотрите, она есть на конференции. По ссылке зайдите, в видео посмотрите. Она там слева от меня сидит, с микрофоном выступает. Рассказывает очень интересно. Советую, потратьте время, послушайте после нашего стрима. И убедитесь, что это достойный, очень умный, грамотный специалист высшего класса. Да, Маша, прекрасное стихотворение. Спасибо Елене. Да, она прочитает все. Да, Ирина Адамова, спасибо. Прекрасное стихотворение. Екатерина, отличный стих. Спасибо Елене. Да, стихотворение просто. Скажу больше, это стихотворение даже за душу берет. Такие слова проникновенные Елена придумала. Просто невероятно. Конечно, она сейчас на пенсии находится. Она ушла, но она всю жизнь работала в прокуратуре. Вот представьте. Юрист высшей категории. То есть она эти дела знает все прекрасно, как они проходят. Да, папа, дочка Машталья. Спасибо Елене. Спасибо Елене, да. Она обязательно это прочитает. Александра, спасибо. Ольга 125. Благодарим Елену. Да, спасибо Елене. Извини. Так, Мария Леди. Маша. Олег, спасибо за стрим видео от Алексея. Рассказ Алексею еще раз спасибо. Было интересно все посмотреть о памяти Юрия. Всем добра. Маша, тебе тоже добра. Спасибо. Спасибо тебе большое. Добрый человек. Спасибо за твой отзыв. Так, вот предошла Му-Воз Аула. Она же Оксана. Здравствуйте все. Я стрим смотрел, а просто в чат не выходило. Очень интересное видео. Как человек рисующий обратил внимание на нарисованные самолеты вдоль стены. Дело возобновится вновь. Оксана, что касается уголовного дела, я не знаю. Я надеюсь, что дело будет вновь открыто. Я очень на это надеюсь. Но дело будет открыто только тогда, когда будут результаты эксгумации останков дятловцев. Вот только после эксгумации. Закон у нас такой. Екатерина, главное написано от души. Да, Елена от души написала. Вот обращаю ваше внимание, она же не поэтесса профессиональная, даже как бы не работник культуры. Человек в прокуратуре всю жизнь проработал. Но обратите внимание, какие слова проникновенные. Она нашла, понимаете, чтобы выразить свои чувства. Это дорогого стоит. Наша подписчица. Елена, спасибо вам большое. Из Санкт-Петербурга, напоминаю, кто не знал. Да, в стихи. Вот Лена пишет. Спасибо за стихи. Проникновенные и правдивые. Браво. Да, я тоже думаю, что браво. Тут аплодисменты сразу же. Альбина, хоть один прокурор до сути дошел. Спасибо, Елена. Да, Альбина, кстати, правильно вы заметили. Вот на нашей стороне прокурор бывший, да, Елена. Она четко сказала, что здесь именно все признаки криминала, именно убийства. И дело требует дальнейшего расследования. Ирина Адамова, Олег, благодарю за стрим. Всем здоровья, мира, удачи. До новых встреч. Ира, спасибо тебе. Тебе тоже здоровья. Я знаю, тебе нужна реабилитация после болезни. Дай Бог, чтобы ты выздоровел. Извините, кашляю. Ну, Семен Марковский, Игорь Дятлов, Зина Калмогорова, Рустам Слободин умерли от избиения. Как, впрочем, и Дорошенко, и Григорий Юра Криванищенко. Им всем наносили удары. Жесточайшие удары. Еще раз говорю, не должно вас расслаблять вот это слово. Умерли от замерзания. Типа, первая пятерка умерла от замерзания, значит, их никто не убивал. Нет, это неправда. Человек избит до полусмерти, отправлен ударами в бессознательное состояние, 20 минут гипотермия. Понимаете, человек умирает от мороза. Он бессознание, недвижимый. Он лежит в одной кофточке, в одних брюках. Все. Что будет с человеком? Любой человек скончается. Вот вам и замерзание. Понимаете? Замерзание, замерзание и урознь. Здесь сначала избиение. Отправили людей в бессознанном состоянии на снег ударами. Естественно, организм замерз потом. Скончались, ребята? Виктория Чайко. Олег, спасибо за стрим. Спасибо за стихотворение. Очень правильное. Да, стихотворение шикарное. Я его опубликую во вкладке «Сообщество». Напоминаю, это стихотворение будет опубликовано обязательно. Прочитайте его сами. Валерия Эльмира. Спасибо за очень интересный стрим. Олег Алексеев. Спасибо за фильм. Елене за стихи. Да. Спасибо, Эльмира. Алексей прочитает, посмотрит обязательно. Он на работе сегодня. Он прочитает чат, посмотрит все. Вашу благодарность он все увидит, конечно. Да, Екатерина. Олег, спасибо, что мы снова собрались на интересный стрим. Екатерина, с праздником тебя еще раз с Днем Учителя, конечно. Екатерина, я думал о Игоре душили. Екатерина, смотри. Мы можем так сказать. Возможно, что его душили, но умер он в результате замерзания. Заня после ударов. То есть, он потерял сознание. Он мог потерять сознание от того, что душили, но позвонки у него не сломаны на шее. Поэтому тут трудно сказать, понимаешь. Мы не можем сейчас установить, душили его или не душили. Можно нафантазировать, понимаете. Я тоже сейчас мог нафантазировать здесь. Да, его душили, вот перекрыли кислород и так далее. Но признаков удушения у Дятлова именно нет, понимаете. Именно у Дятлова. Явных признаков. Давайте так. Тут и без удушения, Екатерина. Давай проще объясню. До полусмерти, когда избивают, один удар и сознание человек теряет. Хороший удар. Естественно, били не кулаками, а прикладами. Безоружный. И ножами резали. Откуда у Игоря и след на ладони? От ножа защищался. Получил удар, потерял сознание. 20 минут и человек просто умер. Да, явных следов нет. Нос разбит, губы разбиты, кровь. Избивали, потому что. Синяки на лице. Поэтому, Екатерина, еще раз скажу. Да, удушение, красивая версия, но доказать не докажешь. Поэтому. Именно по удушению я имею в виду. Лена, Олег, спасибо за интересный стрим. Алексею тоже очень понравилось. Фильм хороший, интересный. Оксана пишет. Конечно же, убили жестоко, как животных убивали. Да, убивали, как животных. Как жертвенных животных. Об этом говорят страшные повреждения. У Люды Дубининой. Ну, а заодно Семену Золотареву, видимо, сильно сопротивлялся до конца. Не сдавался, поэтому. И выезвечили. Ну, понятно, фронтовик бился до последнего. Даже когда ему сзади лопатку, удар прикладом сломали. В трех местах он все равно продолжал драться. Да, на этом мы будем заканчивать. Давайте будем потихонечку закругляться. Следующий у нас с вами стрим будет в субботу. Приходите, пожалуйста. Это будет стрим на свободную тему. По заявке, естественно, наших подписчиков. То есть, ваша заявка будет исполнена. У меня списочек есть. Это будет 8 октября, в субботу. Не забывайте, в 12 часов московского времени. Приходите на канал, будет стрим интересный. Оксана пишет, а меня с Днем Учителя поздравьте тоже. Оксана, конечно же, вы же тоже преподаете. Извините, забыл. Конечно же, Оксану мы тоже поздравляем с Днем Учителя. Желаем ей счастья, здоровья, всего-всего. Долголетия, удачи всеми, что все хорошо было. И простого человеческого счастья, Оксана, вам от всей души желаю. Поздравляю вас. Сергей Спиридонов. Олег, спасибо за стрим. Алексею, спасибо за экскурсию. Елене за стих. Да. Спасибо, Сергей Спиридонов. Стихотворение Елены будет размещено во вкладке «Сообщество». Там вы его сможете прочитать. Обязательно я его там размещу. Хорошее стихотворение. Вот у нас талантливые люди, талантливые подписчики на канале. Это же здорово. Итак, друзья, давайте будем потихонечку заканчивать. Не забывайте помогать каналу «Мысли об истории». Все вы видите. Карта Сбербанка для жителей России. И счет. И сервис «Донат Алерс». Это ссылочка. Она работает и за рубежом, в других странах. Можете зайти через «Донат Алерс», зарегистрироваться и присылать свои донаты пожертвования. Всем буду благодарен. Добрые люди, кто помогает каналу «Мысли об истории». Не забывайте. Это будет закреплено под видео, под стримом. Все это посмотрите, реквизиты. У кого есть возможность, помогайте каналу «Мысли об истории». Потому что, помогая каналу, вы тем самым одобряете работу видеоблогера для вас, для наших подписчиков. Всем заранее спасибо. Нелли Васькова, Винница, Украина. Нелли, здравствуйте, наша подписчица. А я уже заканчиваю. Мы здесь уже, Нелли. Уж извините. Да, Сергей Спиридонов, вам тоже добра и здоровья, конечно. Наших учителей, с ним учителя обязательно. Работников уголовного розыска тоже обязательно поздравим с профессиональным праздником. 5 ноября, кто не знал, день сотрудников уголовного розыска. Мы их тоже всех поздравляем, конечно же. Профессиональный праздник. Итак, на сегодня у нас новостей больше нет. Это был канал «Мысли об истории». Для вас в эфире, как всегда, работал Олег. Всем спасибо, что приходили на наш канал. Следующий наш стрим, напоминаю, в субботу в 12 часов московского времени. Это будет 8 октября. Когда вы придете на канал «Мысли об истории» и вновь услышите. Это канал «Мысли об истории» для вас, как всегда, работает Олег. Всем спасибо. Спасибо за лайки. Пишите ваши комментарии. Приходите на канал, подписывайтесь. Еще раз призываю всех. Здесь будет всегда интересно. Ну и в завершении по традиции я всегда говорю. Традиционная фраза наша. Все еще только начинается, друзья. До новых встреч. Берегите себя. Дай вам Бог всем. Берегите себя.